В последнее время все больше из экранов телевизоров и в автобусах и даже на кухне. Мы говорим о выборах, они приближаются. 18 сентября идем на избирательные участки. Это программа «Перекресток». Меня зовут Евгений Киевский. Сегодня тоже поговорим о выборах. С кем же, конечно. Поговорить как не с социологом, который знает все. Альбина Анатольевна Мехова. Здравствуйте. Добрый вечер. Альбина Анатольевна заведующая кафедрой социологии ЧГУС, социолог, политолог, постоянный гость. Наша программа, которая раскладывает все нам по полочкам. Именно сегодня хотелось бы с вами поговорить о некоторых моментах, которые ждут нас. Которые уже свалились на нас. Это агитационная кампания, которая сейчас проходит. Какая же главная повестка этих выборов? И вообще, чем она отличается от прошлогодних повесток? В принципе, эти выборы отличаются, во-первых, тем, что изменились несколько правил. Во-первых, на эти выборы в Государственную Думу и в Законодательное Собрание смешанная система используется. Половина выбирается по одномодатным округам, половина по партийным спискам. Уже это новое и диктует некоторые собственные специфические черты. Во-вторых, изменились правила прохождения партий для участия в выборах. То есть у нас больше участников. Снизился проходной процент сбора подписей, которые необходимы для участия. И мы видим новых, совершенно незнакомых участников. Что касается, собственно, социальной повестки дня, то я бы сказала так, что у нас и в Вологодской области, и в России в целом нет спроса на новые какие-то кардинальные идеологии. Есть спрос на решение проблем, социальных проблем. Если мы посмотрим внимательно на программы и программные заявления партий, то фактически все говорят об одном и том же, о наболевшем, о том, как сделать образование качественным, как сделать здравоохранение народным, как сделать ЖКХ комфортным, как сделать вообще жизнь россиян хорошей, то есть достойной и так далее. И поэтому идеи общие, и поэтому есть спрос на предложение по решению этих проблем, механизмы. Я так полагаю, что вот тот политический игрок, который предложит наиболее эффективные механизмы, понятные механизмы, самое главное, понятные избирателю, механизмы решения этих проблем, вот тот и будет востребован, тот и будет выигрышен. Ну вообще конкуренция сильная, вот вы уже сказали, что законодательство изменилось, появилось множество новых партий, появилось с похожими названиями, появились совершенно какие-то новые люди, о которых мы не знали. Не запутают ли это избирателя? Ну, конкуренция действительно сильная, вот я так посчитала, даже персонали, просто персонали, людей конкретных, которые идут участвовать в выборах, претендуют на места в законодательном собрании, в частности, например, в законодательном собрании, 104 человека персонально только по Череповцу участвуют в выборах. У нас 4 избирательных округа, ну даже если, так скажем... То есть из 104 надо выбрать 4? Надо выбрать 4 по одномандатному, ну и кто-то по спискам пройдет, не так, чтобы 4 человека, но тем не менее. То есть даже по одномандатным округам 19 человек, то есть, как выражаясь вузовским языком, больше 4 человек на место, да? Конкуренция серьезная, если говорить о партийной конкуренции, тоже серьезная, вы уже заметили, что есть игроки, которые очень похожи, очень, так скажем, и по программным заявлениям, и даже по названиям, и это, я бы не сказала, запутывает, это усложняет несколько выбор, но человек, который сознательно идет, я имею в виду избирателя, и знакомится с предвыборными программами, он, конечно, может разобраться. Если говорить о конкуренции, так скажем, с точки зрения, вот опять же, предложений, да, идей, то здесь тоже достаточно так сильная конкуренция. Можно посмотреть на дебатах, да, насколько, так скажем, страсти накаляются, и в этом плане, конечно, иногда зашкаливают эмоции, нежели рациональные какие-то вещи, но, тем не менее, вот как уже я говорила, вот эти предложения на решение каких-то созиальных проблем, вот в этом большом, так скажем, объеме разговоров просматриваются, да, и я так полагаю, что вот для новых игроков, например, я имею в виду и новые политические партии, совсем молодые, и новые кандидаты, молодые, для них это очень серьезная школа, потому что заявить о себе, причем заявить с серьезными какими-то намерениями, пусть даже ты не победишь потом и не займешь то место, на которое претендовал, это очень важно, тебя слушают, тебя видят, к тебе могут прислушаться, поэтому в этом плане конкуренция достаточно сильна. Ну вот вы человек, который работает с цифрами, скажите, пожалуйста, получат ли вот эти многочисленные партии новые голоса? Понятно, что есть какая-то большая там тройка, четверка, пятерка парламентских партий, а вот эти вот партии, которые появились? Как показывают социологические опросы, им очень трудно перейти тот 5-процентный барьер, чтобы попасть в Государственную Думу. Для этого очень такая ситуация складывается для новых игроков, ну не очень богоприятная, я бы сказала. Единый день голосования в сентябре, раскрутка, так скажем, предвыборная кампания идет летом, когда у людей не особенно внимание на политику нацелено. Старых игроков уже знают и поэтому могут, так скажем, по старой памяти знать и понимать, что они из себя представляют. А вот новых игроков надо понимать с ноля. И вот это, конечно, им очень затруднительно. Социологические опросы показывают, что пока-пока очень малая часть россиян, да и у нас в регионе, и в Череповце тоже заинтересовалась этими новыми партиями. Но, скажу и другое, опять же, наши опросы показывают, что очень большая часть избирателей определяется прямо на избирательном участке. Вот они приходят и читают все, что есть и по партиям тоже. Я так полагаю, что тогда-то этот сознательный выбор, может быть, и будет. Но я думаю, что многие игроки, новые политические партии, борются даже не столько за прохождение в Государственную Думу или в законодательное собрание, сколько за, вот если говорить о Государственной Думе, за получение тех трех процентов, которые дают им возможность в дальнейшем участвовать уже без сбора подписей и так далее. Это тоже очень такое важное дело для политических игроков. Поэтому для всех выборы важны, и я так полагаю, любой голос, который новые партии получают, любую долю электората, они используют для того, чтобы в дальнейшем продолжить это все. Ведь, обратите внимание, претендовало-то на выборы в Государственную Думу 24 партии, а в бюллетень вошло только 14. То есть это те, которые не просто ради выборов создались, это те, которые собираются работать дальше. Поэтому у нас будет возможность посмотреть, как они используют вот этот опыт, который накопят в этих выборах. Бытует мнение, я думаю, что телезрители сейчас со мной согласятся, что в принципе все уже решено. Первое место Единая Россия, далее там три парламентские партии, в разной может быть степени, где-то больше, где-то меньше. Так ли прочна позиция сейчас партии власти? И на самом ли деле будут ли сюрпризы? Вы знаете, я совершенно с вами соглашусь в том, что вот этот стереотип, что все уже решено, что все уже известно, он бытует в общественном мнении очень широко. Мы вот буквально недавно проводили социологический опрос, тоже спрашивали и получили абсолютное большинство по этому вопросу. Все решено, партия Единая Россия победит. И поэтому я и не буду участвовать, поэтому я и не пойду. На самом деле любые выборы без сюрпризов не проходят. И суть даже не в том, что есть какие-то там серьезные лидеры или серьезные оппоненты, и это очевидно и так далее. Но я имею в виду, что расклад голосов всегда зависит от позиции избирателя. Понятно, что у партии Единая Россия, у партии власти есть достаточно большой задел прочности. Это партия солидный игрок, давний игрок, имеющий достаточно сильный электорат. Но насколько будет ее позиция в Государственной Думе или в Законодательном Собрании, сильно зависит от того, сколько голосов, в буквальном смысле, сколько голосов ей отдадут. Ведь первое место тоже разное бывает. Оно бывает больше половины, оно бывает треть. Тем более игроков-то много. Поэтому сказать, что все предопределено, абсолютно нельзя. И сказать, что все решено, и мой голос, как иногда говорят избиратели, абсолютно не играет никакой роли, тоже нельзя. Ведь иногда бывают такие ситуации, когда решают действительно... Особенно у нас по одномандатным идут округам люди. Один голос может решить серьезный расклад голосов. Поэтому нет. Я не знаю, что вы имеете в виду под сюрпризами, но то, что мы, так скажем, ждем результатов как некого нового, не очень понятного и не очень предсказуемого итога, это очевидно. И это не только у нас в городе и в регионе, это и в России в целом. Но без сюрпризов точно обойдется голосование, потому что в Череповце готово все к голосованию. Об этом нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Череповца Олег Шрепаков. Я сейчас попрошу выдать интервью, которое он дал нашим корреспондентам. Давайте посмотрим. Все избирательные участки в режиме рабочем начинают действовать. Проведены дважды комиссии участков межведомственными комиссиями, были выявлены изначально небольшие недостатки, они все учтены и все исправлены. Поэтому помещения для участков готовы к приему участковых комиссий, а впоследствии и избирателей. В данный момент у нас прошли два семинара для членов участковых избирательных комиссий городских. Сейчас участковые комиссии получают в территориальной комиссии списки избирателей и открепительные удостоверения. Также избиратели с 8 числа вправе ознакомиться со своими данными в списках избирателей. И с этого же момента начинается прием заявлений и заявок на голосование вне помещения для голосования в случае инвалидности либо заболевания избирателей, из которого он не может самостоятельно прибыть на избирательный участок. У нас 4 округа законодательное собрание на территории города образовано. Там у нас количество кандидатов колеблется от 4 до 6, в зависимости от округов. Партий на выборах законодательного собрания участвует 7. Что касается выборов Государственной Думы, то там у нас 14 избирательных объединений, которые зарегистрированы в качестве участников выборов. В городе на 12 участках из 116 будут применяться комплексы электронного голосования, которые применялись на выборах губернатора в 2014 году. Сейчас также идет обучение членов комиссии, специалистов технических, кто будет обеспечивать работу этих комплексов для того, чтобы избиратели смогли выявить свою волю с использованием этих комплексов. Кстати, можно про избирательные участки, пользуясь случаем, давать? Одним из таких элементов уже обязательным стали экзитполы наши социологические, то есть опросы на выходе. Поэтому я и к череповчанам хочу обратиться. Обязательным тоже элементом и обеспечивающим справедливость, честность и прозрачность выборов является экзитпол. Наши студенты, анкетеры будут стоять на выходе из избирательных участков и спрашивать мнений людей, вышедших и проголосовавших уже, чтобы социологически обеспечить еще и контроль за ходом выборов. Поэтому, уважаемые земляки, если увидите наших анкетеров, не пугайтесь, это социологический опрос, а не какая-то агитация. Но вы спрашиваете, за кого проголосовали? Да-да-да, спрашиваем, за кого проголосовали и изучаем социально-демографический портрет нашего избирателя. То есть спрашиваем, сколько лет, очевидно, узнаем пол, и вот этот социологический портрет потом мы изучаем, анализируем и понимаем, кто приходит на выборы, молодежь ли, взрослые ли, население, ну и так далее. Если возвращаться к повестке выборов, совпадают ли ожидания и чаяния народа с обещаниями партии? Потому что вот, например, несколько партий призывают к смене президента, а тоже ваши вот коллеги-социологи говорят о высоком рейтинге Владимира Путина. То есть пересекается ли то, что обещает партия, повышающая в Думу, и то, что хочет избиратель? Ну, если говорить о рейтинге президента, то тут, конечно, так скажем, шансы тех партий, которые наводят тень на плетень, не очень велики, потому что действительно президент пользуется очень большой поддержкой народа. Рейтинг президента вот уже на протяжении его правления всего, на протяжении четырех лет, очень стабилен и всегда очень высок. Где-то около 80% населения позитивно оценивают его деятельность. В этом плане, конечно, те партии, которые поддерживают некоторые позиции президента, они пользуются большим уважением у народа. С другой стороны, чаяние ведь не только в сохранении стабильности политической системы. Чаяние, как мы с вами в начале разговора говорили, и по решению каких-то социальных проблем. В данном случае я бы сказала, что чаяние и такие розовые мечты — это несколько разные вещи. Поэтому я так полагаю, что научное горьким опытом население не очень ведется на такие уж чисто популистские лозунги, хотя ждет решение проблем. И в этом плане конструктивный разговор — как разобраться, где вот эти популистские мнения, вернее, предложения, а где конструктивные предложения по решению проблем. Читать программы, смотреть на людей, которые отвечают, представляют эту партию, смотреть на прошлый опыт, какие законопроекты, какие инициативы гражданские внесла та или иная партия, ну и, понятное дело, рассуждать с точки зрения тех ресурсов и механизмов, которые они предлагают для решения. Как вот я уже говорила, проблемы-то общие. И в этом плане у избирателя сейчас должен быть такой очень, так скажем, четкий настрой на то, какая партия даст больше возможностей ему, этому избирателю, конкретному человеку реализовать те свои насущные проблемы того социума, в котором он живет, в будущем, а не та, которая красиво говорит и красиво себя показывает предвыборной кампании. Ну это вы сейчас идеального так избирателя нарисовали, а вообще время «Выбирай сердцем» уже прошло. Да, да. Как сейчас ориентируются избиратели на вот этих выборах? Вы сказали, что, ну, не большая часть, а есть определенная часть избирателей, которые придут на избирательный участок и там решат. То есть они сейчас не решили. Как понять вот это? И понимают ли сейчас избиратели или просто все-таки по старинке голосуют сердцем? Нет, я бы сказала, что по старинке-то уже нету. Причем я бы несколько, так скажем, аспектов, по которым избиратель ориентируется в этом огромном, как мы сказали, конкурентном политическом поле выделить. Вот в первую очередь есть партии, которые стоят за кандидатами, и есть люди, за которыми стоят партии. Да? Мы спрашиваем у наших... Ребята Анатольевна, мне сейчас говорят, что у нас время заканчивается неожиданно как-то для нас. Давайте, поэтому я, простите, прерву у вас. Без проблем. Важно прийти на избирательные участки 18 числа. Конечно. Самое-то главное, что один из стереотипов, который есть, что я не иду, потому что мое мнение не учитывается. Вот по этому поводу, несмотря на время, маленький анекдот. Помните, когда... Почему я не выигрываю в лотерею? Господи, помоги мне выиграть в лотерею. Билет хотя бы купи. Так и тут. Мое мнение не учитывается. Проявите его и посмотрите, учитывается ли оно. Спасибо, Альбина Мехова. Заведующая кафедра социологии ЧГУ была у нас сегодня в гостях. 18 числа. До встречи на избирательных участках. Увидимся. А почему? Когда мне было 15, я думала, что в 25 я буду другая. Взрослая и серьёзная. С мужем и детьми. Всего этого сбылось только одно. Я взрослая. Скромная учительница. Я сначала встречусь с учеником. И ученик-олигарх. А вы, Даша? Ну, вы в курсе мои проблемы? Чётко звуки Т и Д. Влад, вы же меня не слушаете. Их невинные частные уроки. Шлобственничественность. Даша, дура. Доучились. Закончились вполне предсказуемо. Не могу на него смотреть. Просто тупи и всё забываю. Бурный роман. Дорогие развлечения.